В новом году в России вырастут мрот, прожиточный минимум, размер пенсии и пособий. И, конечно, цены тоже. О нововведениях в 2021 году расскажет Алена Крашенинникова. И начнем с самого неприятного. Это повышение цен на продукты и услуги. Еще перед Новым годом цены выросли на сахар, масло, гречку, огурцы и помидоры. И еще многие продукты. После праздников рост продолжится. Первое – это молоко. На него ввели обязательную маркировку. А это новое оборудование и, конечно, новые траты. А значит и новая цена. Выше оно станет почти на 2%. И следующий пункт – алкоголь и сигареты. С 1 января выросли минимальные розничные цены на некоторые виды алкоголя. Полбитра водки в среднем подорожает на 13 рублей. Настолько же вырастет в цене и бутылка коньяка. Шампанское подорожает в среднем на 5 рублей, а сигареты – на 17%. А это около 20-25 рублей за пачку. И дальше о путешествиях. С 1 января пассажирские перевозки, провоз багажа и в целом все услуги РЖД вырастут в цене почти на 4%. Такие тарифы утвердила антимонопольная служба. Теперь цены на билеты станут дороже и на плацкарт, и на общие вагоны. И самый неприятный пункт – траты, от которых никуда не деться. Это коммуналка. Тарифы вырастут в среднем от 3,2% до 6,5% в зависимости от региона. Меньше всего вырастут тарифы в Мурманской области, а в Чеченской республике, наоборот, больше всего. Напомню, что с 1 января за долги по коммуналке снова начисляются пени. Не забывайте об этом. Растет и НДФЛ. С 1 января ввели налог на богатство. Ставка НДФЛ выросла с 13 до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Это примерно 400 тысяч на месяц. В бюджет за три года, ожидая от власти, такое повышение принесет больше 190 миллиардов рублей. А теперь к хорошему расти будут и выплаты россиянам. И первое – это материнский капитал. 483 тысячи 882 рубля для семей с одним ребенком и 639 тысяч 432 рубля для семей с двумя и более детьми. Кстати, оформляется он автоматически, и это еще с 2020 года. Минимальный размер оплаты труда тоже растет. С 2021 года ввели новые правила. Теперь МРОД будет устанавливаться не из расчета потребительской корзины, а из медианного дохода. Это когда у половины населения доход выше, у половины ниже, и это среднее значение. МРОД составит около 42% от этого значения. В 2020 году это 12 792 рубля. Это на 662 рубля больше, чем в прошлом году. По-другому начнут считать и прожиточный минимум. Он будет устанавливаться как 44,2 от среднего дохода за прошлый год. И составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет выше – 12 702 рубля. Для пенсионеров – 10 022 рубля. Для детей – 11 303 рубля. И к выплатам на первого и второго ребенка до трех лет. Их, кстати, называют еще путинскими, они тоже стали больше. В 2020 году они были 11 004 рубля на ребенка, теперь 11 303 рубля. Но это в среднем по стране, ведь в каждом регионе суммы будут отличаться. Пособия для дошкольников от 3 до 7 лет в этом году составят 5 651 рубль и 50 копеек. Впрочем, не исключено, что и оно увеличится и даже в два раза. Вырастут в этом году и пенсии. После индексации средняя пенсия должна составлять 17 443 рубля. И таким образом прибавка составит около 900 рублей. Но это только среднее значение. У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной. Вырастут и страховые пенсии. Это будет подросший прожиточный минимум плюс прибавка по итогам индексации. Какая-то сумма пока будет – неизвестно. И еще одно нововведение. Пенсионный фонд с этого года начинает рассылать уведомления о размере вашей будущей пенсии. Это будет для всех россиян старше 45 лет. Как пишет российская газета, уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуги раз в три года. И на этом пока все. С Новым годом и с наступающим вас Рождеством!